Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Друзья, мы уже два понедельника к ряду разговариваем с тем гостем, которого попросили, ну, кто-то из общей аудитории, попросил привести, пригласить еще раз. Мы говорим о ценности человеческой личности, человеческой жизни с позиции чести и достоинства и говорим об этом не просто так, говорим об этом, еще раз повторюсь, в контексте рождественского поста, готовясь к празднику Рождества, чтобы понять, ради чего пришел Христос и что он принес в качестве благой вести, жизни. Нужно об этом подумать заблаговременно, чтобы и праздник встретить максимально осознанно и глубоко. И в качестве превамбула к сегодняшнему диалогу я просто напомню о том, что Христос целенаправленно в Евангелии нарушает различного рода постановления, и в частности постановления о кашруте. Потому что постановление кашрута — это не только постановление о чистой или нечистой еде, это еще и о чистом или нечистом человеке. И вот удивительно, что блудницы, мытари, язычники попадают в ореол общения Бога, общения Христа со Христом. Больше того, Христос провозгласит нечто, что потом манифестировать будет Павел, что во Христе, оказывается, уже нет ни Иудея, ни Елена, ни мужеского пола, ни женского, но все едины. Но вот это единство достигается посредством того, непосредственно стирания идентификаций. То есть речь идет не о том, что теперь не должно быть мужского или женского пола. Привет, просвещенный Запад. А речь идет о том, что честь и достоинство человека не записаны и не прописаны какими-то социальными формами одобрения и так далее. Говорим мы об этом с нашим правоведом, с нашим гостем и полюбившимся вам, собеседником Юрием Евгеньевичем Пермяковым. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич, еще раз. Здравствуйте. Юрий Евгеньевич, ну мы в прошлый раз, напомню для наших телезрителей, может быть, которые только сегодня присоединились к диалогу, что в первой нашей встрече мы прояснили в целом природу агрессии, почему мы сопротивляемся другому. В прошлый раз мы постарались широкими мазками описать само понятие достоинства и на что претендует внешний мир. И вообще, что должно сбыться и статься во мне, чтобы я это самое достоинство обрел. Мы поговорили про объективных идиотов у Гурджиева. Кстати говоря, я просто не стал перебивать в прошлый раз, но то, что вы предложили, что я лопата, а не грабли, у Гурджиева это называется субъективные идиоты. То есть это идиоты, которые осознали себя инструментом. Да, я инструмент, но не по башке же мною бить. Пусть я буду лопатой, но зато я там для копания, а не для того, чтобы убить человека. Вот. Мы поговорили в целом вот такими, о таких вещах. Мне бы сегодня хотелось бросить мячик в вашу сторону с вопросом, как происходит унижение, уничтожение, уничижение и воскрешение человека. Опять же, вот с позиции того опыта, который у вас имеется. Вот когда вдруг сидел, например, именно невиновный человек, которого вы защищаете. Вы понимаете, что он невиновен, что он не совершал преступления. Он попал случайно, например, за решетку в силу, не знаю, слепоты Фемиды. И вот он за решеткой, сама решетка его расчеловечила. В глазах суда определенное уничтожение, уничижение в виде клейма подследственной произвело. И вот вы достигаете успеха, и человек оправдан. И вот за той решеткой происходит воскрешение чести и достоинства. Он не просто рад, что все случилось, и он теперь может вернуться на свободу. Он чему-то другому рад. Вот с этого ракурса я бы хотел посмотреть сегодня на честь и достоинство. И сразу я накидаю, чтобы не прерывать внутреннего какого-то вот этого течения мысли. Как работает машина внешне на то, чтобы этого достичь? Вот эти самые пресловутые репрессии, которых мы видели гигантское количество, например, в период советский. Кровавый террор, великий террор, 37-й год. Как эти самые репрессии вызывают чувство вины, которое я вижу, например, в нашем обществе российском. Они какие-то уже на уровне менталитета, что ли. У нас есть какое-то чувство вины, которое, может быть, не всегда пульсирует, но его, если что, знают, как достать манипуляциями, знают, как свинтить руки, как вызвать, как назвав тебя, например, врагом народа или предателем, вызвать у тебя ту историческую память и заставить тебя, опять же, вот действовать так, как это угодно внешнему миру, внешней машине. Вот в связи с этим, да, уничижение, уничтожение, воскрешение человека, как это осуществляется? Может быть, нам Евангелие, в том числе, станет понятнее, если мы это поймем про блудницу, например, которую Христос не судит и говорит, иди больше не греши, я тебя тоже не сужу. Вот, может быть, этот персонаж для нас станет более понятным, и Евангелие станет с более человеческим лицом. — Набросали вы мне вопросов, причем, знаете, у вас вопросы такие, то вы говорите о моем каком-то личном житейском опыте, а то вы просто обобщаете очень такие серьезные категории, вводите. — Я не берусь сразу обо всем говорить, но, во-первых, я скажу, что было понятно, у меня не шибко большой был адвокатский опыт, и у меня не было такого, чтобы человек в суде был оправдан. Было другое, когда, скажем, уголовное преследование прекращалось на стадии следствия, и это было, да, но было еще. Одна из самых тяжких сцен у меня, если это интересно, но я надеюсь, что это имеет отношение к нашей беседе, к теме нашей беседы. Человек был осужден, осужден он был, на мой взгляд, несправедливо, незаконно, но это называется сделали крайним. Он был осужден за экономическое преступление, грубо говоря, за мошенничество, а потом вышел. И вот, когда он вышел, мы с ним познакомились, и мы с ним решили реабилитировать его имя, и делали много всякой такой вот работы, она очень скучная, неэффектная такая, обжаловали, доставали какие-то справки там и прочее, прочее. У нас были суды, и мы все их проигрывали. Мы проиграли вчистую. Все. Мы выходим из суда с ним. Он чуть-чуть у меня старше. И он говорит мне, ну ладно, продам старенькую Волгу. Я говорю, зачем? А что? Мне нужно отомстить. Человеку, который его посадил, который фальсифицировал доказательства, у которого были свои рычаги воздействия на правоохранительные органы, он этого человека решил заказать. Я ему говорю, у тебя ничего не получится. Как это так, ничего не получится? Я должен вынести ему свой приговор. Я говорю, а ты не выносишь приговоры? Нет человека, который выносит приговор. Как так? Говорит он. А кто же тогда выносит приговор? Я говорю, судьба. И он мне говорит. Тогда я... Он стопнул себя в грудь. Да, такое настроение у него было. И он говорит, тогда я ему скажу, я твой приговор, и я твоя судьба. И мы расстались. Я его больше не видел. Я не знаю, чем закончилось это дело. Но вот этот вот, я твой приговор, и я твоя судьба, мне надолго запомнилось, потому что после этого я написал несколько книг по поводу судьбы. Кто выносит приговор? Если приговор выносишь ты, он ничего не стоит, потому что это всего лишь твое мнение, как судьи, допустим, да? Или твой взгляд на вещи. Не должно быть ничего твоего. Поэтому в суде, в судебной процедуре есть масса инструментов юридических, чтобы отделить, различить, где судья как личность, а где как исполнитель закона. Он должен уничтожить самого себя, унизить самого себя, как человека, чтобы звучал закон, понимаете? И это тоже унижение. Но это унижение, которое совершенно не имеет никакого отношения к агрессии. И этот мой несчастный клиент, который ушел от меня, и я ему ничем не смог помочь, он тоже должен был уничтожить самого себя. Что же тогда остается? Есть преступление, есть преступник. А кто еще есть? Мститель? Нет. А никого больше нет. Вы понимаете? Преступник уничтожает самого себя собственным преступлением. Твоего участия не надо. Нужно только лишь, чтобы он встретился с самим собой. И вся метафизика судебного разбирательства направлено на то, чтобы человек встретился с результатом своего поступка. И тогда, как говорит Гегель, мы понимаем тогда эту фразу Гегеля, когда он говорит, что наказание – это право преступника, которое он заслужил своим преступлением. А судья, он должен только лишь правильно все квалифицировать и отмерить соразмерно в вине вот эти две категории – преступление и наказание. Совпадают? Все. Здесь нету личности судьи. Здесь никого нет. Здесь есть только человек, который поставлен перед самим собой. И если вернуться к вашим вопросам о достоинстве в этой очень тяжелой ситуации, потому что попробуйте вы со словами чести и достоинства оказаться в коридорах следственного изолятора, ну, как-то неуместен будет этот высокий слог. Потому что, как бы ни говорили о презумпции невиновности, но мы понимаем, что само уже общежитие людей, которые не причастны друг к другу в одной камере – это уже унижение, понимаете? Наказание не преследует целью, в уголовном кодеске написано, да? Целью причинения страданий и унижения человеческого достоинства. Но если на вас, наверное, надели робу, вас не спросив, и на ней там какие-то свои нехитрые узоры и номера, ну, это есть унижение. Вас это унижает. При том, что вы действительно заслужили наказание. Знаете, еще одна фраза юриста, зарубежного юриста, фамилию которого я сейчас быстро не вспомню, да? В чем суть наказания? Распределение страдания. О, как интересно. Ничего другого в наказании нет. Это всего лишь страдания. Но только, и здесь Владимир Сергеевич Соловьев, философ, естественно, русский, да, который говорит, что если это наказание бессмысленно для самого преступника, оно не должно. Оно, во-первых, не работает, оно неэффективно, чисто утилитарно. Это прямо идея Иова, многострадального, который, сидя на мусорной куче, не понимает, если это наказание, я похоронил всех детей, разрушен дом, я страдаю проказой, но я в конечном итоге не вижу, за что я не понимаю смысла, то тогда, конечно, это наказание, даже если это наказание высших сил, оно не срабатывает. Да, и это очень страшная книга, потому что он начинает, извините за то, что я вторгаюсь в эту область богословия, он начинает думать, что это и есть Бог, понимаете? Что вот это, свое собственное тупое страдание, он начинает ему придавать какой-то высший какой-то смысл. Пока оно тупое страдание, оно ничем иным, кроме как тупым страданием не будет. Другое дело, что если, тут у нас парадокс жутчайший, но если человек понял, за что он страдает, и принял это страдание, это и есть то, что называется исправлением, понимаете? И тогда наказывать не имеет смысла. То есть, вы понимаете, человек, который заслуживает наказание, уже не должен быть наказан, потому что оно уже не нужно. Он уже себя... Это как у Гребенщикова в одной из песен пелось. Я думаю, ты не считал себя Богом, ты просто хотел наверх, а там да-да-да-да-да-да, и дальше. Но ты сам свой суд, ты сам построил тюрьму. Про это речь идет? Если я вдруг сам понимаю про себя, что я сделал, за что я должен быть наказан, я сам себе... Самый страшный суд и самая страшная тюрьма. Ну, здесь надо массу оговорок сделать. Мысли-то понятные, да? Но если ты вдруг возомнил себя сверхчеловеком в духе Ницше, понимаете? Как я очень часто... Самый частый вопрос, который мне задавали, когда я был в свое время адвокатом, а кто такой судья? Знаете, вот, да? Скажем, дело о разводе там или еще о чем-то. Ну, это наш частный вопрос. Мы любим друг друга, долго не любим друг друга. Кто там судья? Что он о себе возомнил, чтобы мне говорить, с кем я буду жить? Допустим, да, если это бракоразводный процесс. Ну, и что-нибудь в этом роде. Все спрашивают, кто такой судья? Это, кстати говоря, не звучит. У нас судья – это вот нахмуренные брови, молоток деревянный. А что должно произойти, чтобы судья стал судьей? Ведь он не станет судьей, если он просто накинет на себя мантию. Не каждому эта ноша дана. Потому что, чтобы стать судьей, ты должен быть никем. Ты должен уметь уничтожить самого себя. Да? Вот здесь звучит та же самая фраза «умри и стань институтом», но совершенно в другом, да, уже смысле. Ты должен затихнуть, чтобы услышать голос закона. Но чтобы этот закон, да, потому что ведь он, судья применяет закон не буквально, это у нас школьные представления, что надо почитать книжку и сделать так, как в книжке написано. На самом деле, человек должен преодолеть свою, может быть, собственную симпатию, да, к такого рода внешнему, да, человек нравится ему, потому что есть такие исследования социологические, исследования солидарности, да, по идеологическим соображениям, масса личных, там по-разному, но это все социология, а философия заключается, знаете, в чем? В том, что должно быть должно быть способность к бессмертию, потому что, если ты не рассуждаешь категориями вечности, твой приговор это всего лишь решение сообразительного клерка здесь и сейчас. У судей есть такое выражение, решение должно устоять. Это чисто вот учрежденческое такое понимание, ну, чтобы не отменили, да, чтобы не было нареканий у вышестоящих инстанций, но по большому, по очень серьезному счету, оно должно устоять в вечности, потому что через 20 лет, через 40, через 100 это решение должно сохранять свою справедливость. Ты способен на это? Да, если ты рассуждаешь категориями, грубо говоря, мы живем в такое время, здесь и сейчас, это не судья. Ты должен стать перед вечностью. Что тебе дает возможность это сделать? Твоя причастность к историческому прошлому своего народа. Это я так очень, очень как бы широко. Не очень много времени хочется, знаете, как вот немножко связать, потому что в следующий раз с нашими телезрителями мы увидимся на Рождество. и немножко пододвинуть их к теме Рождества, когда Христос родится и когда Он выйдет на проповедь, Он скажет первую фразу людям, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь не в смысле призыв упасть всем на колени и просить прощения, а покайтесь в смысле теперь у вас есть возможность изжить свою вину, с которой вы долгое время не знали как быть, не знали как жить. Потому что это нам сейчас людям, хотим мы того или не хотим, но мы люди христианской культуры. Христианство сформировало европейскую культуру и мы ее плоды, мы ее детище. А евреи, иудеи до прихода в мир Христа они жили в концепции что я тащу на себе вину Адама и Евы первородного греха. Есть грехи, которые если я совершил они уже не сознательно они не прощаются как то блуд или там мытарство в смысле когда я беру и становлюсь коллаборационистом работаю на власть оккупантов собираю налоги для кесаря я мытарь и это мой сознательный выбор такой грех не прощается потому что прощается только то что сделано неосознанно и случайно а осознанный грех не прощается вот Христос приходит и говорит покайтесь ибо приблизилось царство небесное я к чему я все пытаюсь подвести к теме чувства вины потому что и сейчас нет-нет но мы и наблюдаем даже форму взаимодействия внутри церкви когда человек приходит ему первое на что напоминает о чем напоминает что ты виновен грешник есть закон который ты приступил нарушил больше того роль грешника неизбывна ты ее не сможешь поменять ты грешником будешь всегда аз есмь червь а не человек там и так далее и так далее все-таки Христос про другое с первым своим кличем он говорит о том что избавьтесь от чувства вины и вот я в связи с этим хотел бы ну тут задать вопрос о такой вот репрессивности давящей репрессивности внешней какой-то инстанции которая давит на чувство вины как этому внутри себя сопротивляться чтобы вот то самое достоинство внутри себя сохранять не знаю как ответить коротко вы понимаете вы говорите о чувстве вины и согласитесь что вина и чувство вины это не одно и то же чувство вины может и не быть а вина может быть понимаете у нас психотерапевты вас легко избавят от чувства вины приходите пожалуйста и все будет окей но избавит ли вас от вины потому что вина производна от твоей принадлежности да и я бы здесь развел в разные стороны два явления историческая ответственность и историческая вина я ничего не могу сказать про историческую вину просто потому что я не знаю что это такое а историческая ответственность есть безусловно понимаете потому что я ее понимаю не как Как претерпевание, скажем, за прошлые дела, в которых я не участвовал, а как работа, которую я должен проделать собственным народом, чтобы его образ соответствовал тому образу, который чаемый образ, понимаете, который я бы хотел, чтобы мой народ был таким народом. А вот с точки зрения правоведения вообще есть такое понятие, как коллективная вина? Ну, есть понятие не коллективной вины, есть понятие юридического лица, который… Ну, сейчас просто этот термин в современных условиях все чаще звучит, а может ли вообще быть вина всего коллектива? В юриспруденции коллективной вины нету. Есть вина коллективных субъектов права, да, скажем, предприятия, там сколько-то человек, вот они все будут страдать, потому что их оштрафовала налоговая инспекция. Это, да, но это не коллективная вина. Это, скорее всего, политическое понятие, коллективная вина. И тут копии ломают после Второй мировой, это уж точно, да, ломают копии. Хан Ааринт об этом много спорила с Карлом Ясперсом. Но не хочется углубляться, собственно, вот эти философские споры. А суть заключается вот в чем. Я, например, видел очень много хитрецов, которые избегают чувства вины, полагая, что чувство вины разрушительно. Вот вы знаете, если я не буду осознавать собственную причастность к своим поступкам, а это и есть вина, понимаете, вина не всегда в негативном смысле. Русское слово вина вообще-то переводится как причина. Я причина самого себя, я причина своих поступков, вот что такое вина. И вот если я не испытываю причастности к самому себе, к своим поступкам, ну, я тогда невменяемый, понимаете. Я должен испытывать, меня должна побуждать какая-то связь меня и моих поступков и последствий от моих поступков к какой-то работе. Иначе я буду жить счастливым идиотом, который представляет собой мировую угрозу. Но ведь это один из способов ныне расчеловечить человека все время невротизировать его и напоминать о его вине. Согласен, согласен. Потому что как главный посыл-то, опять же, Христа, рождающегося и несущего благую вещь, что человек не равен своим поступкам, что грех и грешник – это вещи параллельно. Правильно. Вы слушайте, есть, да, принцип Толеона, так называемый, да, око за око. То есть, вот это и есть, да, оковы. Ты тот, что ты съел, да, как говорят. Ты тот, что ты сделал. Но это не вся правда обо мне. Вот в чем дело. И, да, вы начали одну из наших бесед с, ну, какого-то такого, не то что противопоставления, но есть закон, да, есть Ветхий Завет, а есть Евангелие. Но я не вижу противоречий, понимаете. Надо преодолевать собственную привязанность к своим поступкам, да. Ты не будь инстанцией самого себя, не закрепощай самого себя тем, что, ах, да, я плохой человек, я там сделал это, это, это. Но это не все, что ты можешь знать о себе и сказать о себе. Поэтому, поэтому и обвинение, в чем здесь соблазн есть, да, обвинение, которое претендует на последнее слово о человеке, это, конечно, ложное обвинение. Ох, вот тут мы, наверное, вынуждены поставить опять многоточие. И мне бы хотелось вам, а через вас, всем нашим зрителям, пожелать всестороннего обновления. Вот, чтобы обновилось все вокруг и все в нас. Чтобы мы действительно Новый год смогли встретить с новым пониманием жизни, с новым пониманием себя. И чтобы это новое понимание было глубоким. Спасибо огромное за встречи. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. Вновь поздравляю вас с наступающим Новым годом. В следующий раз мы с вами уже увидимся на Рождество. И там уже будет другой разговор. Он будет более праздничный, конечно, более приближен к Евангелию. Но мне кажется, что мы проговорили очень важные вещи, которые бы для вас требовалось додумать до конца, как у того удава из известного мультика. Додумайте эту мысль, как нам рекомендует Сократ. Что значит честь и достоинство, которые нам возвращает, дает в качестве подарка Бог. Пусть это будет главный подарок в новом году. Храни Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова